идеальный стрим начинается с котика всем привет меня зовут настя и я главный наблюдатель попок котов стамбула вы скажете нас ты же уехала в белград до уехала но каким-то макаром я теперь оказалась там буре ладно тут на самом деле нет никакого секрета я через стамбул летела значит до белграда и вот теперь обратно у меня очень интересное путешествие вышло из-за того что билеты поздно покупала я из питера получается в москву добиралась потом из москвы в стамбула в белград такая вот история ну блин зато увидела морюшка это не совсем морюшка хотя это и можно назвать морюшком это пролив босфор вот вероятно некоторые про него что-то да знает вот в общем да да смотрите насколько вся вольготно чайки он летают гигантские такие зажратые что я бушек не едят я пыталась кормить не ели вот так вот зато котики тут едят все особенно рыбку которой угощают этих котиков местные рыбаки мне тут рассказали что раньше здесь не было все настолько облагорожено и поэтому тут прям была какая-то супер туса котиков рядом со свалкой тут же были рыбаки и они просто всю рыбу этим котиком отдавали котики устраивались в очередь короче такая вот история и раз мы с вами здесь в турции то пойдем гладить мы котиков сейчас ну-ка ребята посчитаем давайте до конца видоса видос будет длиться наверное минут так сорок сколько котиков мы нагладим ну или увидим не знаем так поиск котиков продолжается привет я тоже котик выглядел прям как турок как турок слушайте какой-то странный звук так ворону вижу котика до сих пор нет а странный звук это же тот скорее всего песнопение о вон часть дворца песнопение религиозного толка мне они на самом деле очень нравится но когда они начинаются я обычно не сразу понимаю что это с непривычки особенно когда это например начинается ранним ранним утром когда вот солнце только только восходит так котики куда все котики спрятались все котики пошли слушать песенки только тут прекрасных женщин в одеждах идет и ни одного котика придется искать да турецких тире русских мужчин которые будут говорить что котики это они хотя на самом деле у меня сейчас смотрит очень много котиков правильно правильно спускаемся идем по парку нашему я на самом деле когда вот была здесь в первый раз когда вот только-только в белград добиралась через турцию здесь был дождь было очень холодно и во всем парке было ноль людей зато котики были ухо я наконец-то вижу котика ну наконец-то вот здесь я кстати пила чайок когда было вот совсем зябко и вот тут было очень много котиков возле чайной сейчас не вижу но вот так вот там был котик вот где-то здесь вот только что где мои котики ладно может чуть-чуть в кадр-то попал котик ребята видите ли вы убегающего котика я вот вижу а знаете почему тут котик находится потому что это турция детка я сейчас нахожусь вы можно сказать да в центральном районе стамбула и здесь у нас имеются всякие вот такие вот силовые парки и очень-очень многолюдные улочки на самом деле и парк сегодня не особо чего вы потому что выходной день вот я снимаю это видео воскресенье еще один котик ну блин я на самом деле этот парк тоже очень полюбила потому что такой даже в людный день островок спокойствия среди городской суеты стамбула кстати городской суету стамбула мы тоже с вами успеем посмотреть как только выберемся из этого прекрасного парка с тюльпанами парк замечательный здесь можно вода на травке полежать потусить всей семьей здесь очень много котиков здесь еще есть по моему где-то музей слома и очень много гнезд на деревьях сейчас я не вижу вот там вот и вот это да тоже то что мне понравилось поэтому обращаю ваше внимание там большие птички тосят но все-таки на первом месте моем сердце это котики турция вообще страна котов здесь котов очень любят обожают не относятся к ним каким-то мусорным животным типа там кашбрысь отсюда нет тут везде котиков кормят поят обожают гладят вот просто так душа радуется тут коты такие сытые иногда им действительно тебя нужно только то чтобы ты их еще погладил приласкал и они такие довольные классно я на самом деле считаю что если стране люди так сильно любят котиков в этой стране все люди прекрасные добрые вот поэтому да чувствуется это здесь мне счастье и вот еще один котик у нас еще один котик на мусорке там нашел ковыряется колупается а мы с вами потихонечку двигаемся к выходу из данного парка сегодня очень хорошая погодочка серьезно максимально прекрасная погода вот когда я была здесь прошлый раз как сейчас я иду вон пальтишки ну блин но твоего душу расстегиваю все хорошо кстати вот и когда белграде была там даже без пальто ходила странно вроде бы ну турция должна быть теплее но из-за того что тут много воды рядом она такая немножечко ветвина я конкретно здесь вы стамбуле как минимум вот гнездышки гнездышки он какой-то дыровцы здесь уже в этой части как-то спокойно тихо я на самом деле достаточно спокойно отношусь к большому количеству людей к большому скоплению людей но даже мне как-то было непривычно ну тут мы сейчас на улочки выйдем вы поймете что на самом деле турция вся похожа на русском есть алена вон есть в общем да вся турция похожа в хорошем смысле на один такой большой радостный базар вот ну как бы наверное все таки я немножечко погорячилась когда сказала что вся турция весь стамбул похоже на один большой радостный базар и еще раз оговорюсь по крайней мере в центре были на самом деле я вот здесь проездом стамбуле соответственно практически ничего из достопримечательностей я не изучила вот про белград я бы могла что-то рассказать а здесь давайте просто зачиним и просто прогуляемся посмотрим что у нас здесь есть и надеюсь все таки погладим котиков очень хочу погладить с вами хотя бы одного котика на самом деле за сегодня уже нагладила просто невероятное количество котов невероятно вижу там кто-то есть это кот или это собаня кот или собаня кот или собаня ну-ка-ну-ка ну-ка-ну-ка ну-ка блин что-то слишком гигантское скорее всего это собаня собаня это ты смотрите чилит как чилит собаня ну ладно за неимением котика можно и на чилищу собаня посмотреть привет собаня привет 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 здравствуйте водичку вылезу нормально я как раз хочу пить сейчас погодите подберем вот и в общем да тут русскоязычных кстати очень очень много отовсюду слышится русская речь и иногда такое чувство что ты все еще где-нибудь в теплом летнем питере ваше здоровье да блин ребят это моя вода нет другой вопрос может кто-то из нее попил сколько знаете как в анекдоте могло бы выйти где ловочка купил столовой чай но забыл булочку пошел за булочкой но чтобы его чай никто не выпил написал возле стакана я туда плюнул возвращаются а там дописано я тоже что ж мы все еще двигаемся к выходу из парка все еще ищем котиков на моем счету сегодня реально очень много котиков и один получается мужик такие дела но вот с вами еще не гладила ни одного ни одного котеночки поэтому вот о там написано истанбул кажется да истанбул вот как он стандартинок и нужно знать такую песню такая есть что ж где тут вообще выход то был если честно уже достаточно слабо помню ну да ладно ребята если у вас сейчас холодно проникаетесь атмосферкой а там кто-то гладит котик нет нет там кто-то гладит как говорится выйди погладь траву котик иди сюда иди сюда иди сюда сладкий иди сюда хороший иди сюда моё солнышко привет привет котя здравствуй котики ура на креста погладили котика а сейчас теперь можно с радостной душой идти дальше по моему я вижу еще котика по моему нам начала вести на котика и на чайку на гигантскую гигантскую чайку тут чайки так офигели что хлебушек не едят у нас кидаешь хлебушек они на лету тупо ловят хлебушек и вот а тут вон вообще чайки реально обнаглевшие детей вон едят который за ними гоняются так ладно котик не уходи не уходи стойте 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 котик догоняем догоняем котика ну пожалуйста ну котя иди ко мне иди ко мне ну ты такой красивая иди сюда иди сюда моя золотка моя золотка пути моё солнышко лапочка повреждена ты моя радость ну ты чё ну так чуть-чуть подошел здоровичка тебе котичку ты моё солнышко ну ладно так хорошо идем дальше на самом деле черте города у нас тоже есть большущий шанс встретить котиков вот поэтому да посмотрите вон для котика лоточек там стоит с едой не для туалета вот лоточек для людей уже для туалета фонтанчики красиво как будто поезд ржд вдалеке куда-то едет что же где выход то вот ребята где то выход тут точно был я через него зашла а тогда это еще был ход посмотрим может мне все таки куда до него добраться но если честно фонтанчиков я не помню не помню фонтанчиков что же пройдемся через прекрасный красивый мост нас только ваша чуть-чуть офигеет еще раз понимает где она находится и там дальше посмотрим что будем делать ну блин на самом деле вот эта арка чуть-чуть похоже на тучи с которой я там все выглядело немного по-другому ну да ладно давайте топать 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 и топать просто по-моему арка где я заходила была вот одиночная одиночная и там них это не очень хорошо вот ну что у меня тут нет интернета нет ничего и я могу чуть-чуть скажем так тут забомжевать вероятно это мой последний стрим ну ладно ка у меня есть небольшая идейка что нам можно сделать мы можем еще вот пройти и поискать ту арку через которую зашла я если я ее найду то я смогу найти и улицу по которой я дальше должна идти ох Настанька Настанька ваша конечно да гуляка невероятных бляха-муха масштабов так так ну в общем да побывали вон мы в парке крепости вот историческая справочка для тех кто успел что-то посмотреть вон красотища какая пойдемте-ка так сейчас заворачиваем ребят пока я не пойму где вы я буду некоторое время немножечко усиленно думать усиленно думать обо всем что меня тут окружает но после как только я пойму где мы сразу сразу идеально все будет сразу мой мозг обратно включится я восприму эту жизнь как нечто безопасное и все будет хорошо боя 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 так ладно если они что-то такое сказала только там написано что-нибудь неприличное а может и нет ну кстати знаете что вот тут вот тамваи настолько близко к дороге ездят что в какой-то момент они прям пугают а так как дороги тут достаточно узкие люди часто идут прям по дороге и ну трамвайчики достаточно люто сигналят всем чтобы люди разошлись люди не торопятся и так страшно всегда если честно какие моменты некоторые могут сейчас сказать что в турции на самом деле всегда с правилами дорожного движения было как будто бы немножечко странненько но если честно здесь я такого особо не заметила вот только то что улочки узкие люди ходят по улочкам вот только вот так и по моему по моему я чуть-чуть смогла найти место которое я знаю сейчас 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 или нет или нет как бы не хватает ну ничего вон тут есть русские они мне помогут вот такие дела да не на самом деле нет кажется кажется все таки я все нашла надо только как-то обойти широкую спину этого прекрасного мужчины чтобы было хоть что-то видно вот о какой какой деловой малютушка такс отлично пойдемте искать котиков дальше да наверное все таки я знаю наверное все таки ну-ка 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 здесь есть проход нет здесь нету прохода где провод где провод сейчас сейчас пацаны сейчас вот он господи вот он вот он вот он вот он вот он нашла нашла ну слава тебе господи все оказывается вот мы здесь должны были выйти но тогда мы бы не увидели фонтанчиков вот хорошо ну все дальше нам вот по этой улице вперед и нормально все будет прекрасно замечательно вот здесь очень много лавочек как я и говорила Стамбул веселый рынок всякие сувенирные штуки всякие одежковые и так далее и так далее давайте будем смотреть за что у нас глазик то зацепится вон может о сладости какие-нибудь вон меня можно посмотреть здорово вот может за хочу сказать магнитики это менюшка может за сумочки Louis Vuitton какие-нибудь вот такие дела ничего себе бля моднявые ребята вон варабушки что-то кушают ковры настоящие турецкие ковры у меня в Москве когда я снимала вот свою последнюю хату когда я жила в ней вот там был настоящий турецкий ковер потому что хозяин квартиры был турок вот и жил где-то в Турции в лесу а квартиру сдавал в Москве периодически приезжал и снова сдавал когда люди оттуда съезжали вот это конечно месивуха у него происходило наверное когда я через пару месяцев сказала я съезжаю чел давай из леса своего в Турции приезжай ко мне о и он такой вот с таким лицом такой ой здесь классно среди кокчелова можно посидеть попить турецкий чай турецкий чай такой классный его там очень-очень долго вываривают получается такой насыщенный такой прекрасный терпкий при этом не прям вот как чифир какой-то ну хорош спасибо мне сказали что я красивая вот правда я все еще не привыкла нормально коммуницировать поэтому говорю спасибо на русском ну ладно тут на самом деле некоторые ребята каким-то макаром понимают уже русский даже если они не работают в сфере обслуживания там торговли и все такое блин что-то я на самом деле чуть-чуть застеснялась ой ой-ой-ой-ой-ой-ой это же второй мужчина который сегодня меня гоняет в краску первый был вот этот чел который сказал что он котик вот такие дела такс ну что ж мы продолжаем с вами двигаться смотрите какие уютные балкошки тут есть с цветами и я даже могу вам сказать наш конечный пункт нашу точку назначения это метро покажу вам как выглядит вестибюль метро здесь достаточно такой свободненький хорошенький вот здесь кстати сейчас проходят выборы и может быть вы видели какие-то предвыборные плакаты по дороге но вот в более если вот мы зайдем не туристические улочки такие более жилые как будто бы там будет этих плакатов очень много и тут кстати котируются не только лишь плакаты какие-нибудь там растяжки но еще и вот тканевые какие-то интересные рекламки вот и просто ребята вот на тканьке вот так вот висят болтаются со своими улыбками их так прикольно растягивает расшлепывает жмыхает вот очень приколдесно переходим на темную сторону дороги я пока иду по пешеходке все нормально я никуда не тороплюсь вот такие дела иногда тут такая дискотека блин на камере происходит надеюсь вам нормально ну из-за света витрин вот вот так сделаю вот и кстати да иногда вот люди предвыборные свои вот эти вот флаги непонятные заказывают а их ветром наматывает на какой-нибудь там столб и вот и все ты заплатил кучу денег а ничегошеньки не получил такс таксишечка у нас тут блин жалко мы пока не увидели местную полицию у них такой красивый вид у них такая невероятная форма очень классная я вначале подумал что какие-то горшки нелегальные профессиональные тусит гигантской толпой но нет это оказалось полиция они прям супер стильные вот вот шавусечка продается всякое тут да донеры очень популярны но вот на самом деле с фалафелем почему-то я не видела ничего хотя по идее но фалафель тут там может как-то совместимы все-таки как-то вот такие дела о зато кстати когда я этот здесь была первый раз когда в сторону Белграда еще вот летела тут как раз рамадан у них праздновался очень сильно у ребят и да там было на самом деле много вегетарианских блюд мне вот сказали да что вот они тут есть потому что рамадан вот честно если я не очень хорошо знаю традиции данного праздника однако вот так вот повезло повезло всякие вкуснёшечки всякие чернёшечки много-много-много рынка еще вот блогеры музыкальные инструменты кстати есть я их помню значит мы точно идем в нужном направлении резко трамвай поехал страшно так хорошо хорошо замечательно вот здесь я купила клубничку киви и ананасик все точно идем там где надо ребята можете не волноваться за вашу ностаньку так 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 а дальше мы куда идем дальше мы идем наверное сюда да дальше мы идем наверное смотрите о вот предвыборные плакатики видите вот эти как раз флаги и вот этот мой любимый чел что он так задурно улыбается вот вот правда максимально любимый как же сделать чтобы единичку была вроде бы вот так вот вот так же было я не помню вот ну хорошо если что чуть-чуть может поширься заснимаем эх паренек шел за мной все это время который сказал что я красивая но теперь наше пути расходится по-моему пошел куда-то на право а я иду куда-то на лево нет он идет за мной что ж ладно блин мужик ты же встал в какую сторону идти ой и вот у нас по моему метрошечка да вот она вот она вот она ну насколько я поняла это все таки метрошечка потому что вон всякие поезда и всякое такое ну это могут быть просто наземные электрички но вот почему то мне кажется что это метрошечка и давайте мы с вами все таки пройдем еще чуть подальше господи какая благодать вот идти вот по этому тут на самом деле такой достаточно ландшафт такой и только котики на каждом пути отпадают вот такие дела не могу не могу отделаться от мысли что паренечек ты меня преслед вот такие дела ну ладно я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она а он был тут как тут вот такие дела ну давайте постоим возле паровозика пропустим его я вероятно немножечко параноик вот вот он у нас красивый красивый посмотрим что тут у нас есть вообще да вот он прошел только что все все таки прошел вот такс что ж что ж ладно а я не знаю что я у вас такая сыкуха ну просто маленькая сыкушечка давайте постоим еще чуть-чуть еще чуть-чуть еще чуть-чуть вообще минут 15 я бы еще хотела с вами прогуляться о котик 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 смотрите смотрите идет 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 блин чел остановился и не идет дальше а котик котик куда-то убежал вот такие дела ну что ж ну получается пошли в другую сторону и снова в обраточку вот потому что на самом деле я этот вот прям дальше идти не планировала вот пока еще свой маршрут я не выстроила и мне надо на самом деле остановиться и некоторое время его продумать соответственно вот давайте я скорее всего сейчас поставлюсь на паузу и через некоторое время снова к вам вернусь ну что ж мне удалось отбиться от преследования турка поэтому жизнь снова хороша ух клево да когда этот вначале потерялся потом нашелся когда тебя кто-то преследует столкерит и потом перестает так хорошо сразу становится невероятно вот такие дела ну в общем да жизнь прекрасна а мы с вами через босфор сейчас будем перебираться по большому на этот раз уже широкому пешеходному мосту и вы только гляньте ля какой ля какой кораблик какая латчонка блин быстренькая на самом деле я вот думаю может этот вечер сгонять когда стемнеет на тур вот по данному водоему ну может быть получится может нет вон смотрите какая еще башенка классная из этой ее видно я вчера кушала очень любовалась ребят тут пахнет рыбой просто не форму и и очень вкусно и вот тут ее ловят и сразу жарят вот пахнет именно знаете приготовленная уже рыбкой классно народа тут конечно рыбачивого очень много интересно насколько ну как бы безопасно для здоровья вы порту рыбачить в плане насколько рыба которую ты словишь будет полезно честно не знаю ну вероятно за не менее других вариантов чтобы нет а будь у нас еще одна киса ждет рыба их да такая ухоженная это киса эти такая ухоженная прекрасная киса передает привет по турецки это вас она вам поклонилась только не наш кровь смотрите какие лопатулечки вас потёрлись и обменю потёрлись на крючок вот эти кто-то тут он такой вот и колесенький котик полюсенький котик с нескорее все это кошка да трехцветная же ну ладно покой киса приятного тебе покушкования так пошли дальше тут прикольно что и деточки тусят все тут что-то рыбку ловят и хорошо всем так радостно такое крутое тусе вот исходя из того что туда рыбочек целом просто периодически скармливают котиком получается что ну ловят на интерес просто вот потусить так что да посмотреть на прекрасные виды красотища какая вон мой любимый мужик висит вот там вот такой мой любимый мужик и показывают байкера какого-то ну нет это это не мой любимый мужик мой любимый мужик там висел именно висел зависал вот так трамбанчиковая боя боя снова и он там смотрю у тебя какая красотища тоже какая липота это вот мы с вами из исторического райончика перебираемся мой отельный портовой и так далее вы портовой райончик на самом деле ну тут в целом вот все по периметру вот где я гуляю это что-то такое более менее туристическое но вот там вот где мы с вами были там конечно апогей эпицентр вот всего такого там еще вот есть и супер древние рынки крытые красивые неимоверно там конечно оверпрайс такой достаточно другой как же мозг зашатала я как фильме блин носовском начало вы только что такое как бы то я вижу сон во сне и сейчас весь этот мост вот так вот куда-то поднимется ну кстати в конце обязательно нужно все-таки как-то развернуть камеру и показать вам себя будет супер взгляд к душу но до этого еще далековато мы все еще идем вот так что ну да на самом деле я вспомнила все-таки как я отдыхала в турции еще в студенчестве и какие прекрасные горячие турки такие достаточно горячие ребята скажем так так все это смотрят весьма так ну скажем так с эмоцией или может это потому что я иду с телефончиком как блогер вот и тут такая хо 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 возомнила себе вероятно Может и чел этот за мной шел Просто чтобы номер, каналчик Попросить, чтобы потом себя там заскриншотить Еще что-то Фотоаппарата нету просто И всякое тупое Какие ролики Я прям представляю, как на них хоп И сразу с моста вниз можно свалиться Ой, ну лазненько Такс Что ж, мы все еще идем и увидели, сколько тут рыбаков Я надеюсь, вы сегодня считали не только котиков Но и рыбаков И смогли посчитать, сколько тут рыбаков у нас было Сидит, что-то там шелудит Интересненькое делает Чайки Те самые обнаглевшие чайки Которые не едят хлебушек Вот так вот Вот здесь я им пыталась кормить булочки Которые сама тоже не съела бы Кафешечки А они не ели украшенный дидас Уф, уф, уф У меня появился новый зеленый дидас недавно В Белграде купили Я максимально счастлива Я его везу домой Скоро буду при вас его носить с большой гордостью Ну, рыбочка Ну, блин, я как человек вегетарианский, скажем так Не очень люблю всю эту движуху, если честно Ну, ну, фу Ничего страшного Вот Ребята развлекаются как могут А я? А я тоже вон развлекаюсь как могу Топаю своими ножками По мосту Вот Потому что снимая людей Никто в целом мне не посражает Не говорит Что-то плохое Вот О, сколько же чай их тут Невероятное количество Прям Прям А-а-а-а Я вчера, кстати, когда, да, тоже вот Кусила в кафешке В отеле Там прям к стеклу приходили чайки Так я смотрю Люди Дой, дой, дой Ну, через стекло им никак ничего не дашь И подошел официант И сказал, что они тут На самом деле уже Прикормлены И их как-то в какой-то момент Все-таки кормят В этом рейсике и он сказал, что это муж с женой чайки, такие дела, и они любят друг друга там, две чайчики тусила, вот, ну, все-таки, да, просторы невероятной красоты. И на этом, как бы, мой маршрут все-таки точно подошел к концу, спасибо вам большое за то, что вместе со мной погуляли по Стамбулу, вы классные, а я сейчас буду смотреть вам в духе, каким-то макаром, вот таким вот макаром. Я закончила. Давайте смотреть на воду и выключаться, вода тоже смотрит вам в душу. Та-дам! Спасибо!